Я не знаю, что он не спрашивает. К сожалению, нужно узнать, где он. Руководство государства нас не спрашивает. Кому? Кирилл. А мы были тоже против. Почему тогда это не было священо общественности? Мы бы вам помогли, поддержали, встали плечом к плечу. Давайте я делаю правду в список стратегических, потому что мы действительно... Державного, значит... Пока Натурская природа Киев милует, они сетийные местные, потопы, и все, чем это. Но он может и не помиловать, если будет так сказать. Но мы не можем вам запретить и инициировать это дело. А поддержать можете? Можем и поддержать. Можно, потому что... То есть это официальный ответ, что вы будете поддерживать. И возразить про закон, или так? Так, ну вообще-то мы сегодня не планировали эту тему обсуждать, честно говоря. Поэтому... Можем все связывать. Возможно, что до подъемства, еще одно вопрос от меня, мабуть, крайне на сегодня. Чому я спросила? Я не могу ответить на это тотально, потому что... Я не проводу подъемных работ. А я с подъемом на станции и хотела, чтобы до меня вийшов представник метрополитена, и его на строительстве не было. Это уже за раз, да? А повинен быть представник метрополитена на будильниц... В договоре так указывалось. В час будь-яких работ обовязково повинен быть представник метрополитена... Давайте я прокомментирую. У нас представитель за генподрядной организации... Какой организация? Генподрядная организация. Как называется организация? Мегалайн, уже нет. Мегалайн инженеринг. Значит, на сегодняшний момент никаких работ, связанных со строительством торгово-развлекательного центра ОАЛИК. Кругу станции метро и прилегающей к ним территории не производится. Это подтверждается кем документам? Значит, первое, это подтверждается проектной документацией на этап работ по укреплению станции 1-й Днепра. Значит, как уже сказал представитель метрополитена, этап по химическому укреплению грунтов выполнен. Он закончен 12-13 июля, текущего года. Значит, после того, как были получены разрешения на проведение следующего этапа, у меня есть, если кто-то, могу показать, мы приступили к следующему этапу. Это закрепление станции метро путем установления диафрагмы, то есть сваи вдоль станции метро Героя Днепра. Эти сваи бурятся на глубину 24 метра, то есть они проходят так называемые плавучие пески, на которых стоит сама станция. И, соответственно, на 16 метров станции метро, ниже уровня. Значит, после того, как будет закончен этот этап, на... На каком уровне сцепучи пески, плавун? На каком уровне? Плавун начинается на глубине от 13 и до 18 метров. 5-6 метров по данной диалоге. Товщина его выходит 6 метров, правильно? Да, 5-6 метров. Самые насыщенные плавучие пески. Значит, после завершения этапа по установке сваи в этой платформе, на эти работы нам надо 5-6 ночей. Это почему вы сказали совсем маленькие кусочки, которые я сдаюсь. Капитан, скажите, пожалуйста, наказ про выполнение работы в ничный период, кто выдавал метрополитен, или газ, кто выдавал дозрил в выполнение работы в ничный период? В ничный период, в пиле наказ, подписывается... Он трехсторонний. Подписывается представителям генподрядной организации и обязательно согласовывается с метрополитеном, который в приказе именно указывает, что работы по этому устройству проводятся только в период часа ночи до 5 утра. Понятно, это безопасно. Скажите, пожалуйста, разглядывается вопрос, прежде чем прекратить функционирование станции метро Герой Днепра и выполнять эти работы в деньный период, чтобы люди не потихали... Нет, это привело бы к закрытию самой станции. С самой станции закрыть? Это невозможно. Невозможно из-за втрат финансов? Нет, это финанс. Как вы обеспечите перевозку пассажиров? Я объясню себе церковь. Конечно, это... Технично неможливо было сделать? Это было сделать не технически невозможно. Это было сделать... Ну нельзя, чтобы люди там из района выбирали. Заминская, Лолуния или еще куда-то... Пилиночку, а то, что не спимого, то это нормально, да? Враховывалось, враховывалось... Права люди на відпочинок... Права люди на відпочинок... Конституционные права люди на відпочинок, когда принимали бы это решение. Вы враховывали... Все варианты, которые были возможны, они рассматривались. Единственным вариантом... Какие не рассматривались, это нас. Мешки не рассматривались. Все рассматривались все варианты. Остановились только на том варианте, который позволяет выполнять эти работы... для метрополитена. Потому что... Затраты в данном случае здесь абсолютно ни при чем, они не просчитывались. Подсчитывалось самое главное, возможность безопасности перевозки пассажиров. Нельзя... Нельзя остановить метро и перестать перевозить пассажиров. Пассажири и так половина идут сейчас пешком на Минску. То, может, за лягком. Из-за того, что боялись. Чому не враховывалось... Вот мой дом... Я глава кооператива, первого домика, который был в метро. На жаль, в этот период у меня не было в Киеве. Когда начали... Первые дни я была, а потом я на месяц отъехала. Кто согласовывал с мной, как с головой управления, ось у меня проекты. Мой домик стоит также на этом плавуне. Я вернулась к геодезию. Я могу подавиться, на какие отстани от станции метро вы сделали проверку грунтовой, и какой влияет на мой домик. Все разрешительные документы, все разрешительные документы... Мене цікавить геодезию. Мы передали в Володскую Держрай администрацию. Я вам задаю, как и до специалистов, на какие отстани от метро вы сделали геодезию, или только на станции метро. Нет, нет. Який влияет, вы даете гарантию, что это не влияет на местность мого дома? На какой отстани? На какой отстани? И делаем в радиусе второго Дринтауна. Вот на расстоянии второго Дринтауна. Вот другого Дринтауна. Задея на территории моего домика, який находится, как мне можно это посмотреть? Когда я могу подойти, и узнать вас с этим документом. Вы можете подойти в рай. Я хочу подойти до забудовника и до проектанта, потому что у меня ось мои документы по доме. И эти 6 метров плавуна, 6 метров плавуна, которые под моим домом, и я находиться в 150 метров от этой забудовы, очень хвилюю. Очень хвилюю. Не только меня, а и жителей. И мы будем подавать до суду за то, что они не согласовали с нами ничего. На какой отстани мы находимся, вы бачили. И проигнорули все это. У меня столько захворюваний за этот период, и взрыв нервовых систем в доме. Потому что мы находимся на очень маленьком отстани этого строительства. И больше всего меня хвилюет этот плавун, который находится вот в папировке проектной документации моего здания, где зафиксировано, что так же у меня сваи, и под моим домом эти 6 метров плавуна. По закону физики, если вы сейчас там затронули эти грунты, как они отстанавливаются на моем доме. Я хочу... Я не... Я хочу с вами встретиться, как и специалистом, подивиться бумаги, подивиться цю геодезию, и чтобы вы мне дали гарантовану ответ, что это не вплине на мой дом. Розглядали ли это вопрос при строительстве? Ни. Рассматривалось. Рассматривалось, дайте мне, будь ласка, письмовое пояснение, письмовые документы. Да. Да. И сейчас при встрече. Я хочу эту встречу, чтобы вы организовали. Проект... ... ... ... ... Я хочу подивиться все документы и отримать от вас, подтверждить все документы, что это будильничество вплине на технический стан мого будинку. Призвища моя Михайлова Меланя Ивановна, голова правления ЖБК Болонь-8. Будинок по проспекту Болонь-ському 45-28, который находится в тесном соседстве с этим строительством. Пока можно, можно ли? Потом мы согласны протоколу. Значит, встречи... Добре. Значит, давний проект в разрезе укрепления станции Героев Днепра прошел одну государственную экспертизу, выставок у меня есть, одну независимую экспертизу. И в этот столик была встреча, опять же, с инициативной группой здесь в районе администрации, которая попросила забудователя предоставить отчет научно-исследовательского института строительных конструкций, который является, скажем так, основополагающим от вреда бурения свайд на, скажем так, прилегающую территорию. Значит, данный отчет НИИСКО будет представлен 19-20 числа. Так, его еще не имеет? Виконуются работы, а висновку еще не имеет основного. В данном случае, когда грунты есть плавуны, это в первую очередь висновок, который нужен при строительстве. Виходит, чтобы вы начали строительство, не имея этого висновка. Значит, мы начали строительство в соответствии с государственными строительными нормами и правилами. ДБН какого року? Користовались ДБН какого року? Новыми ДБНами? Самым главным документом здесь является государственная экспертиза. Державная экспертиза. Была врахована державную экспертизу. Шановные. Заключение этой экспертизы было дано в июне 2016 года перед началом работы по устройству свайд. Свайд на поле началось с 2-3 августа 2016 года. Вы надавали этот висновок для того, чтобы даже экспертизе? Вы надавали висновок грунтю? Конечно, они не могли, они не имеют права. Так вы же сказали, что у вас нет висновок. Есть, согласно строительными нормами, есть определенный пакет документов, которые подаются в государственные предприятия. Это я прекрасно понимаю. И экспертный висновок не может быть сделан без предоставления определенных документов, включая идеологические изыскания. Я смогу ознайомиться с этими изысканиями? Они есть. Можно сейчас узнать, какого числа они были проведены? У меня сейчас нету. Я вам ответить. У меня особо и нету, но... Контакт мне свои телефоны. Вы можете назвать, чтобы я могла с вами связаться? Назвите, пожалуйста, при всем. 494 32 84 З якої пори до якої вы там бываете? З 8 до 8. З 8 до 8. Проверю буквально с понеделка враньце. И вас вилечати в призвища. Призвища Шерет. Гри-да-со. А можно питание? Только что обмолились, чисто так и не вы сказали, мы начали с трейдинства. Вы сказали, что мы начали с трейдинства. А что вы думаете? Мы укрепляем станцию метро Герои Днепра. А, извините, укрепление и стрейдинства. Ну это для вас такой термин. Для меня это все как один подрядчик, как вы перестроили. Это все строительство. Так, я хочу занонтувати себе, так неуважно отнесла до этого вопроса. Наказ про выполнение будильных работ был подписан метрополитеном в ночный час. И еще кем? Вы хотите мне дать этот наказ? Нет, я ничего показать не буду. Значит, давний приказ подписывается метрополитеном. День подрядной организации и подрядной организации метров. А, как вы видите, вы подписываете запечатку за местным начальником метрополитеном? Ну там еще стоите. У него есть доручение на подписание спільных наказ. Это пенсионер. Начальник метрополитену одному из своих заступников надав право подписывать спільные наказы на выполнение работы в технических зонах метрополитеном. При отриманні дозволу на выполнение работы это вопрос не было зафиксировано в Держбудконтроле и не обговорилось, что выполнение работы в ночный час проводить. Это решение приняли эти три одиницы. Я правильно понимаю? Есть определенный порядок проведения работы в технической зоне метрополитену. И есть, соответственно, перечень тех организаций и девиц, которые имеют право... Яки приняли решение, не враховывая то, что это находится в центре житлового масива. Я не ответил до конца на заданный вам вопрос. Я слушаю. Значит, в течение 5-6 дней мы должны завершить этап по установке ограждающего слайдового куэта. После чего приступаем, скажем так, к завершающему этапу. Это непосредственно к усилению гидроизоляции станции метро Герои Бритара. Здесь работы будут производиться исключительно как дневное время. То есть такого шума, как от свайного поля, от работы буровых машин. Понятно. Теперь еще, будь ласка, запитание. Ци работы, которые сейчас выполняются, входят в комплексный проект того, что там планируется? Это отдельный проект, который инвестор должен выполнить. После чего ему будет дано разрешение приступить к второму этапу. Второй этап, он будет только после 29 сентября. Там будет показано, какие другие этапы, что планируется в другом этапе, забудовая какая-то. Я думаю, да. На сегодняшний день ознайомиться с этим неможливо, так? Я не подрядчик, я не имею представление о втором этапе. Вы не подрядчик, который не имеет представление о всем. Смотрите, у меня вопрос. У меня два вопроса. Первый вопрос. Представитель Метрополитена, и вы говорите, что все выполнено. Алексей, можно так, как Навадиман написал, что я голова ДТК, я Антониок Алексей. Антониок Алексей, член инцидентной группы и активист. У меня два вопроса. Во-первых, представитель КП Метрополитена, и вы утверждаете, что все выполнено на высоком качестве, хотя недавний инцидент, когда попали бур в накрытие станции, показал, что далеко это не так, и сколько еще скрытых поражений. И второй вопрос. Как я понял, свайное поле у вас еще не закончено, вы будете забивать, хотя сам Кличко обещал, что больше шуметь ночью не будет. Будет ли вы еще шуметь ночью забивать свои или не будете в ближайшие дни? Я говорю, что вы, я отвечу первый на заключительную стадию вашего вопроса. Значит, для того, чтобы завершить окончательную работу установки слайного поля в зоне метрополитена, нам необходимо сделать 14000 слоем диаметром и 2800. Для этого нам необходимо 5-6 дней. Это не для разночения, не для разночения, с часа до 5 утра, чтобы работать. Опять же, если из никаких констыков не будет существование блокирования. Это ответ на вашу заключительную. Можно? А на первой? Можно? Можно? У меня такое до вас вопрос. Глава ЖБК, Оболонь, Любовь Петровна. Скажите, пожалуйста, по Конституции, по закону, заборонено проводить будильные работы в ночи и тем паче порушивать тишу. Вы, тут что там, постанова, положение, на проведение работ и такого шума в ночи, яка забезпечила взрыв здоровья у детей, у дорослих, у стариков. Ну, это все не важно. Люди, это же биомасса в вашем понимании. Но вы порушили Конституцию. Тобто, виходит, оце ваше положение выше, ніж Конституция, ніж законы Украины. Вам не здаётся, что это немного не так? Нет, мы считаем законами. Так, как же вы их поважаете, как вы пишете, положение и все. То, может быть, нужно было в день проводить, как-то решить это вопрос, в день проводить, закрыть это санкционный троп, ну, любые какие-то. Вопрос можно немного поставить по-другому. То есть Конституция тоже заложена в безопасности, здоровье человека, в том числе пассажиры метрополитена. И поэтому, если бы я проводил эти работы в дни, в новое время, то я бы не создавал вам вашему мнению угрозу. Так, может, не надо мыть метрополитеном строиться тогда? Точно, мы все. Она хипсева или ей без проблем, но закрыть ее можно было. И закрыть было без проблем, и проводить где? Она хипсева. Это вот спильный наказ, по которому мне дали окно сейчас. Я розумею. Значит, кто це підписывал вам, он считает, что он выше Конституции Украины. Я так понимаю. Я не понимаю. Подождите, вы можете думать все, что угодно, так, как и мы можем думать все, что угодно. Но результаты на здоровье людей, и на то, что мы два месяца не вспомнили. Это результат. А что вы там думаете? Это ваши собственные. Мы тоже много чего думаем. Теперь смотрите, чего вы не проводили в день? Значит, сбытки метро вы боялись, что будет? То, что... Ну... Тиск прыгал. Дети не спали. Нервовые взрывы были. Ну, в ночи мы не спали, бо звонили, мешканцы кричали, когда это закончится. Ну, это такие мелочи, на которые не стоит... Это не мелочи. Нет. Это они думают, что это такая мелочь, на которую им не нужно обратить внимание. Это ваша такая думка? Ну, у меня такое мнение. А какая у вас думка? Нет. Так я спрашиваю, это ваша такая думка, или я? Я вам не скажу, что могу... При подписи, то наказу, взглядам все питания мешканців. Для выполнения данной работы, это является совместным приказом, который дает мне разрешение, работать с тем... То есть этот совместный приказ выше Конституции. Надо так положить. Пожалуйста, запишите протокол, что наказы, какие там трехсторонные, или я не знаю, вважаются выше Конституции. Закону Конституции. Водополюбов Петровна, глава ЖБК. У меня еще есть такое вопрос. Вы сказали, и представник Метрополитену, что работы в ничный час проводятся с первых часов ночи до пятого раннего. Почему работы начали проводиться в пятом в двадцатом ночи, когда еще работал Метрополитен и продолжал до пятого в двадцатого дня? Это было зафиксировано на видео, это было зафиксировано активистами. З часу до пяти утра в связи с субтитным наказом проводятся работы по региону рядом со станцией ВИТО. Подготовительные работы проводятся, разрешаются проводиться с пяти утра до часа ночи. А чому в ночи, в ночи опів 11 вечера вы начали так же усі роботи, когда еще работал Метрополитен? У нас есть видео, где было бурение, это зафиксировано. Вам его продемонстрировать? При доставке, пожалуйста. Добре, без проблем. Я понимаю, что вы говорите, я доставлю свою работу, вы подглядите, с которым... Я кого? ...15 дней назад мы разберем. У меня еще одна батарея. Скажите, пожалуйста, там порушена целесность бетонного перекрытия в трех местах. Далее будет работать метро, как мы надеемся. Будет вибрация. Там ездят кругомашины, тоже вибрация. Как это будет ну, отражаться на дальнейшем перекрытии? Уже порушена бетонная целесность. И немая. Ну, знаете, мы не знаем. Вы спидлили. А, ну так, я забыла. Я не могу вам помогать, потому что вы решили мне вопрос. Ну, пожалуйста, вы же почули вопрос. Хай годится до вас. Я не знаю, сколько у вас информация, что утрея там борются. А сколько борются по вашим дамам? Я знаю, что вы сможете. Пожалуйста, я вчера была в метро, особисто я. Более того входа, что сейчас и в выходу работает. Один целесность забита металом. И для того, что вы закрыли, дякуючи, нам очень хорошо сейчас ходить. Еще две дырки закрыты металом. Пожалуйста, подойдите, посмотрите. Вы не смешайте. Это совсем не смешно. Есть такая наука, как супрамат. Я сегодня там был, я буду ехать назад. Далее. Далее. Балки. Балки порушены, которые идут над вагонами. Что значит порушены? Отпадают куски балок. Отпали. Не куски балок, а декоративный шар, какой там побилка? Подождите, какой декоративный шар? Какие куски балок? Кусок балки. Кусок балки. Отпал. И уже видно, оце, залеза. Это на платформе? Нет, на платформу, с потолка. Платформа, это одна, а потолок, это другая. Не падает, а кусок балки, отпавший. Уже порушена бетонная целесность. Это вы как считаете, что порушена бетонная целесность? Подождите, а как вам, подождите, тогда объясните, может я не понимаю, что значит порушена и не порушена бетонная целесность? То есть, трещины выникают не только на этой станции, может трещина быть поверх нервы, может отслоиться там оздоблено. А сквозный отверт это тоже не порушено? Пойдешь и тихо. Сквозный отверт был только один. Три. У меня нет такой информации Вы знаете, я верю своим очам, а не вашей информацией. Я перепрошу. Ну вообще, я сказал так Кузьма Прогуткова, не верю своим глазам, если на клетке со золоном написано безъяву. Действительно, был один прикрый случай по порушению целесности накрытия станции. С 7 на 8 этого месяца. Значит, оперативно, где прибыли все причемные работники, оценили станции, жили за годы для того, чтобы это все эггендували. Какой загрозы, серьезной, оно не несло. А где есть висновок, что оно не несло загрозы, и если прибыли эти работники, где можно побачить это? Не порушено. А где можно висновок это увидеть? Он у вас есть? Есть протокол. Где его можно увидеть? Вы можете его выкладывать? Сейчас мы с собой не имеем. А где он есть? Протокол для фиксации. Это не висновок. Висновок этих экспертов, которые приезжали, вы сказали, и сделали оценку на тот момент. Все порушения на данный момент условны. И никакой загрозы, оно не несло. Висновок этого протокола, вы сказали, что собрались представители и эксперты, и сделали оценку в этой ситуации. Он есть? Для того, чтобы такие вещи ликвидировали, обовязково погоджение соответствующего института. И тот, кто сделал этот отдых, ну, ненавмисно, скажем так, выполнение за дефектным помоговым действием. Что значит ненавмисно? Вы хотите, обстали на людей в палец? Это будет тоже ненавмисно. А если сейчас на дворе бурт вот так вот пролетит, это будет нормальная ситуация? Вот потому, когда делают сверху бурт, поэтому тут никого не должно быть. А почему такое плохое качество работы? Я запрошу и на ночь, у своих будильников, чтобы переночевали одну ночь, я уступлю в кемнату. Нет, он произошел не по проекту. По технологии? По технологии? Работник, машинист этой буровой установки. А сколько еще таких работников? Да ухо заснул. Нарушил установленный порядок, смену инструментов, повернул не в ту сторону рабочий орган. Потому что сонный ночь. Это чисто его и на ночь. Как он покаранный, этот работник? Он покаранный? Это должен ответить его руководитель, потому что метрополитен не может его покарать, потому что он нет. А почему метрополитен не проверяет этих людей, которые пускают на будильник, то вы отвечаете за життя пасажиров? Вы отвечаете, или вы не отвечаете? То как вы можете пускать таких работников? Пасажиров в этот час там нет. Специально так пишется наказ и так организовываются работы, чтобы там пасажиров не было. Если мы понимаем, то в ваших предприятиях мы получили свои подарки у вас, у ваших сотрудников, у ваших сотрудников. Скажите, пожалуйста, когда вы начинали, или погоджировали за життя одного выхода и оставили только один. То есть вы рассчитывали вероятность пожара, натовки, задимления, возможности или возможности втраты пассажиров, использующих метрополитенов. и вы получили акты по этому подбору, чтобы собрались с кем-то, сделали висновок, что там все гаражно. пожалуйста, пожалуйста, вам дайте в администрацию, чтобы пан Савенко публикуйте этот акт, когда получаете на сайте администрации. И, будь ласка, протоколи, висновок, экспертов еще дадут еще за цей документ. Так, так, так. Другие, висновки, кто давал дозвину на обмежение перекрытия руку от того входа, выхода, пожарные заключения, пожарные инспекции. Будь ласка, эти, пожалуйста, документы, кто давал конкретные подписи, ставил, кто давал решения по МЧС заключения. Будьте любезны, в кратчайшее время передайте все разрешительные документы в администрацию. Это второй вопрос. И третье, да, то есть, если заключение державное уже готово архитектула и инспекции еще до ваших героических подвигов застройщика, что, как, чему, и что нам ждать дальше от этой станции. То есть, она будет у нас? Нет. И четвертый вопрос застройщику. Если я восстроен на поле, вам надо бить четыре сваи, да, то есть, грубо говоря, и вы нам вернете прежний вид станции до момента того, как вы ее разрушили. Сколько вам нужно времени, чтобы вернуть нам прежний вид нашей станции до момента, когда вы ее взялись разрушать? У нас, как вы ее разрушили? У нас не устроили. У нас не устроили. Я один подрядчик. Значит, в соответствии с первым этапом по укреплению станции Герои Днепра, полный спектр работ заканчивается 20 января. Это включая гидроизоляцию станции 20 января. 17-го года, да? 17-го года, да. 17-го года. 17-го года. У-у-у-у. Значит, станция будет конечный вид иметь в том, которым она предусмотрена в данном проекте. Данным проектом предусмотрено, что накрываясь после выполнения диафрагм свай, которые будут вдоль станции метрополитена, они накрываются специальными 12-метровыми ламками практически 24-х штук, на которые потом просто они уйдутся. Боже, это то, что предусмотрено на проекте. То есть, создается, как мы и раньше говорили, то есть, это будет саркофаг на станции. Это не уходит саркофаг, да? Саркофаг. Как на ЧАЭС прямо, вот это вот. Один в один. Тоже, электрический устроен. Моя фамилия Санкина, герой 5-32-г, я председатель моего комитета и жительница Агана. Значит, я вот смотрю со стороны, товарищи, соседи мои, идет очень плавная и легкая манипуляция. Нас отводят о самой главной теме. Все внедрились сейчас технически, в технический момент, и мы не специалисты. По идее, мы должны доверять вот господам из метростроя. Но я уже не доверяю. Когда сказал Брагинский, что это фейковое, то я уже не доверяю. Когда позволили проверить, уже у меня доверение к специалистам по уровню работников. Это вопрос. Значит, вы забыли о том, с чего начался резонанс. Резонанс пошел вот с этого объявления. Вот, я вам дам читать. Подписано, значит, Миколаном, и нет ни одного слова о том, что будет укрепляться грунт. То есть, грунты, это вторичное, а первичное, это стройка ТНК. Вот, первое, что мы строим и попутно делаем грунты. Потому что, если бы наша городская власть, все важновладцы толстосовые, считались налогоплодельщиками, и действительно, наша станция старая на требует ремонта, то это бы все было, выносилось на, говорится, общегородские шпальты, и мы бы знали, что делается у нас в городе на обороне. Но этого не было. Поэтому, вот, произошел такой резонанс. И тогда бы люди понимали, что раз стройка, и метро нужно сделать, дорогие мои, я думаю, что все бы мы терпели ночные битьё свальт. Мы бы морально были готовы, потому что без этого, ну, нельзя укрепить станцию. А закрыть её на день. Правильно, и тогда бы возможно, если бы только разговор шёл, давайте мы будем поздравить, давайте. И тогда бы, да, и тогда бы технология была бы пошла немножко по-другому. Возможно, киевляне бы потерпели, чтобы станция была закрыта вообще. Но я говорю, потому что, потому что нас, нас обманывают. Первое, это будет, у нас сейчас свадка 29-го. Никто с нами не рассказывает. Вы сказали, что стройки не будет. Я вчера шла, вечером, значит, заказчик строительства, вы все белые красивые, что там, в регламенте написали порядок работ, и по белым, чёрным написано строительство оазиса. То есть, плевать им, что мы ходим каждый вечер, плевать, что будут слушания, они готовы, и я боюсь, что они слушания выиграют. И я уверена, что у них все документы готовы, и комар носа не подточит, потому что мы с вами не сможем докопаться. Идёт заговор властей городских, я считаю так, районных, толстосумов, против нас. Вот поэтому такой резонанс. А мы все плавно уходим там, какие-то там технические моменты. Понимаете, я думаю, самое главное не сказано, что стройка должна быть ликвидирована. И теперь придётся нам потерпеть. Проект Оазис. Оазис должен быть ликвидирован. Потому что, я считаю, аморально делать такой Оазис, когда мы нищаемся. Кто там будет развлекаться? Очередные толстосумы. Когда каждый день, вы знаете, идёт война. Или у вас нет войны? И каждый день, где будут люди. У меня, когда начинается тот день, когда моего племянника убили друга. 24 года убиты. 24 года убит. 24 года он убит. А вы делаете Оазис очередной. Мы бы вам сказали спасибо, если бы построили детский плавательный бассейн, куда бы могли наши дети ходить, а не по таким ценам, как у нас отобрали на герой Сталинграда. Тогда бы мы сказали спасибо, не важно, что война. Вы говорите, что нет денег в Киеве, а это неправда. Я с вами не согласна. Если бы сказали, киевляне, дорогие, нам нужно построить, отремонтировать станцию. Я говорю, никто бы слова не сказал. Вы помните, вспомните, пожалуйста, когда принимался бюджет, значит, этот год. 25 миллионов выделили на песенный какой-то праздник. Вы помните? 200 миллионов. Нет, был резонанс, и заткнулись. Кличко было не жалко. 25 миллионов. Война в песне. Скажите, пожалуйста, нам нужен праздник Евровидения? Я ничего не имею против. Он нам нужен сейчас, когда война идет. Вот вам и деньги на то, чтобы укрепить грунты. А вы обращайтесь к инвестору, а вы обратились только потому, что вот ТРК вам надо. Понимаете? Знаете, что люди говорят? Вот я походила, что вы все в доле. Вот не обижайтесь на меня. Если я не права, я принесу свои извинения. Потому что заинтересованы все, кроме киевлян. Очередное ТРК. Это будет водка, пиво, не цириколь. Аполлон сдали. А ты видите? Это другой. Посмотрите, вокруг моего дома 14 точек по производству пива водки. Строится в Волонске 36. Опять пиво водка. Уже будет круглосуточно продавать АТБ. Сейчас вы постройте. А здесь там будет пиво водка. Круглосуточно будут. Машины должны будут подвезти товар. Товар. А мы говорим, что ночью нам сегодня. Это сегодня промыхает. А потом будут товар привозить на грузовых машинах. Круглосуточно. И вот сейчас вас плавненько-плавненько переводят. Мы все въем копии. Ах, там неправильно. Они в конце концов сделают правильно. Никуда не денетесь, вы дорогие мои. Никуда не денетесь. Но не должно быть вот этого ТРК. Вот возьмите, почитайте. Покажите мне, где тут написано укрепление грунтов. Нет таких слов. Пойдите назад. А теперь по поводу безопасности. Кто-то свободно может зайти на станцию. Торговцы забаррикадировали проходы. Я вчера говорила с вашим другом милиционером. Который говорит, я кайданки оденусь, и ты будешь перекрывать дорогу. Да, мне оденут кайданки, потому что я большая нарушительница. Я говорю, а как же так? Люди в метро идут, сидят торговцы. А я ничего сделать не могу. Это сказал начальник оболонской милиции. Это говорит о безопасности прохода в метро. Нет. Прокомментируйте, пожалуйста, я хочу от вас услышать. Это тоже наше безопасность, господин из метрополитена. Ответьте мне, пожалуйста. И запишите, я требую, чтобы власти освободили проход на одну единственную станцию метро входа. Запишите, пожалуйста, протокол. Кто-то меня поддержит или нет? Да, да, да. Я поддерживаю. Мы на счете есть питание до КП. КП вы не отвечаете. Потому что вопросов уже столько на задание. Ничего. Отвечайте, потом я вам задам. Я вам обязательно ответить. Значит, мы тоже боремся с торговлей. Таким образом. Активно. Результаты налицо. Активно. Убираем марку несанкционированных. Те, которые не отвечают нормам безопасности. И тройте ТРК. И вы не можете об этом не знать. Той марк, который не может себя защитить. А то, что стоит у меня под окном, стоит сколько? Сколько его нужно? Сколько я написала? Метрополитен отвечает только за то, что находится на территории. Сказали метрополитен. Не трогай, потому что там хозяин. Вибачьте, что у вас под окном, то воно, как вы сказали, 150 метров от метрополитена. Это вопрос не для нас. Это вопрос не для нас. Значит, есть определенные выборы. Есть определенные выборы. Есть определенные выборы пожежные что-то шляпе и эвакуации. Мы делаем на всех станциях. Все для того, чтобы они... А если вы на территории Депра сейчас? Сейчас выборы дотриманы. Дотриманы выборы. Друзья, пожалуйста, дайте мне просто не перебивайте. Не перебивайте, пожалуйста. Дайте я ответил. Шляпе и эвакуации. Я же вас не коррекуровал. Я вас не коррекуровал. Значит, мы делаем все возможное для того, чтобы пожежные нормы, установленные Министерством действительно, чтобы дотриманы. Для этого мы демонтуем мафию там, где шляпы эвакуации меньше шестины. И этот процесс тоже непрости, потому что тоже собираются и общественность, и спорта предприятий, которые не хотят встречать рабочие места. И это не все так просто. И тревают суды, и не один десятки судов. Приходят судовые виконавцы для того, чтобы демонтировать эту торговлю, которая не отвечает, и не обеспечивает их эвакуации. Будь ласка, не треба нас виноватчувати в том, что мы ничего не обеспечиваем. Мы ничего не обеспечиваем. Почекайте. Мы задавали много вопросов. Теперь наступим. Будь-якое закрытие станции это не так просто. Люди думают, что возьмите, закрите там ее, и поймите в день пить парень. Значит, по-перше, митрополитен Санкт-Петербург не принимает. Даже закрытый один инвеститут это обовязково будет на погоджение Киевской Державной администрации. Есть такой нормативный документ, который называется правил технической эксплуатации метрополитен, где расписаны все основные вимоги безопасности. Где чётко сказано, что если вы хотите, даже для капремонта эскалатора, даже для капитального ремонта эскалатора закрыть въезд... Это три дня, шановый пар. Вместе с Майдану вы закрыли санкции, крещатик, арсенальный, мы все это помнимаем. И после погоджения Киев-Раты вы не помогали, вы тупо закрыли санкции. И сейчас вы это тоже можете... Не нужно брехать громады. Я не понимаю. Вы еще на эту вопрос, самое главное. Чи сейчас отвечают пожежным нормам санкции эвакуации? Я могу за вас сказать, если мы сейчас в инфекцию прийдемо туда, чьи мафи стоят? Эликон. Эликон. И вы сам себе не демонтуете. Вы на него в суд подали? Что у меня тут по угарке? Вибачте, я не занимаюсь безусловно демонтажем, поэтому я не готов вам ответить именно с этим эликоном, который у нас относится. Так мы вам рассказываем. У меня все документы есть, где каждый кусочек, даже два квадратных метра на круг станции метро Герои Днепра, земля отдана кому? Эликону. У меня есть черговый канал. Они еще и заборы поставили там, где надо. Он не разбирает землю. Я все это знаю. И даже если у митрополитенца комунального спуска КП, правильно? Так неужели вы между собой не можете решить это вопрос? Вы же коммунальники, вы коммунальное предприятие. Теперь по-другому. Вы сейчас рассказываете, что нужно было укреплять землю, у вас нет денег и так далее. Я хочу сейчас знать, кто говорит неправду. По телебачению, по всем новинам, прошло, что Киев профицит бюджету за первое и в речи 2 млрд, приблизно 2 млрд 800 млн. Сколько стоит укрепление грунтов? 68 000, сказали? 62 млн. 62 млн. 62 млн, я прошу. Хай 80 млн. То неужели и сын 2 млн. 800 млн. Можно было выделить 80 млн. на укрепление. Чтобы с кем не связываться. А, ну да. Я же забыла. Поясните, пожалуйста. Значит, если вы скажете, что нет денег, значит наша статистика говорит неправду. А почему сейчас говорите неправду? Вот я хочу сказать. Ну, вы знаете, уже надоело слушать. То и те говорит, то и те. И не знаешь неправду. Да и мы выберем, мы все оболонцы и сделаем вам выборы. Шановны. Я понимаю ваше питание. Но метрополитен, это не означает, что на что, что вы делаете. Ну вы же кому нафиг предприятию? Вы же можете подарить заявку. Можем. Так вы тогда не подавали заявку. Вы тогда не знаете. Что? Питание в тему. Чи подавал метрополитен запит на выделение денег для закрепления грунтов? Да нет, конечно. Так. Подавали в прошлом году и в прошлом году. Что? Подавали. Когда? Когда? Документы можно? Я не назву точно этих. Кто отказал? Тих. Спокойно. У них есть такая программа. Она там разные годы по местам называлась. Социально-экономичная развитие. Места Киево. Или экономично-социально. Менялись там. Вона есть каждый год. Вы можете ее найти, открыть. И там четко есть графа. Местные деньги, бюджеты, сколько денег предназначено на закрепление грунтов. Это документ не секретный. Программа в этом году называется Экономичного и социального развития города Киево. Когда она формуется на Риме, или несколько лет, Петрополитен даёт свои предложения. Мы их давали и на минулий рік, и на этот рік. Цей диланки в Днепре там не было. Потому что в ней... Что было? Потому что там электрон был. С 2003 года электрон не заберет оценку. Спокойно. Пожалуйста, спокойно. Можно мне ответить? Я понимаю, что вопрос для вас уже болючий. В том числе, в том числе... В том числе, в том числе, в том числе, я пока не вижу, за что мне ответить. Поверьте, если мне было, за что ответить, уже пришли в прокуратуру, что вам больно что делали. Вы же и киевляне, что за вашу больно что делали. Я прошу прощения. Разборник вам такой резкий. У нас тут, я думаю, вся громада підтримает. Мы просим в рабочую руку. Найперша администрация, разом с этими планами, по дворинку, выкликать МЧС. Хай МЧС. Выклановая переверка. Позаплановая переверка. На пожежный выход. Да. Конкретно. А кто ответственный, или ответственный, И сделает это под протокол. Выклонавцы и вперед. И посмотрим, пока нет за что, пока кто-то не погиб. То будет. Сейчас. Потому что у вас там опытники, которые не осведомлены, что они делают. Горят? Что это надо? Громче. Петр Шев. А что? Зарисовавшись. Слышите? Не. Говорите глупо. Что, то предположено наше районное управление МЧС, в приводу переверки, что до пожежного ставма, да, с сегодняшним пожежного ставма, выходите в станции, которая будет. Это написано. И будут ли они очищены от торговцев? Не будут ли вам очищены от торговцев? А они терапевтик там червуя. Позовите к полиции. Позовите, начальник миниции, а почему он не может справиться с торговцами, что он не может заплатить за планы. Как звучит? Четвертый пункт. Прибрати. Не на нас хайданки надевают. На нас хайданки надевают. Представитель Зазова, я могу сказать, что я вот эти все пультики записал. Как звучит пультик? Прибрати. Внутри станции. Внутри станции. Пойдите, после чего делаешь. А это структивная торговля уже? А это вопрос в милицию. Антонюк Алексеев, представитель Инициативной группы. У меня такой вопрос. Уже признали, что есть повреждения на станции метро в виде ошибки или некачественной работы. Вопрос первый. Сколько еще скрытых повреждений? И вопрос второй. В случае разрушения вестибюля метро и этой станции метро, кто несет ответственность, за чьи деньги это будет восстанавливаться? А чем-то сдокументировано. У всех спильных наказов. У всех спильных наказов, которые подписываются на выполнение технических зонах или метро полетения, обовязково предотвращается пункт. Что при выполнении этих конкретных работ, на которые выдаётся этот наказ, все будь-якие пошкоджения, будь-якие збитки, отшкодоваться за ракурой того, кто выполняет руку. Что до спильных наказов, каждый из четырех спильных наказов, которые я видела, имеет определенный термин. До определенного числа. После закончения этого числа. И существует ли ответственность? Чи они уже все наказ заканчиваются и его не имеют? Работы должны быть.